Кормщик Карбаса Помор Вопрос читать на форумах прошедшие пару лет Где-то с февраля обсуждается, активно муссируется, я бы сказал, вопрос Что делать в период нерестового запрета Ну, собственно говоря, делать лишь одно Брать свое судно и выходить на воду А почему это так? Я постараюсь прокомментировать внятно и понятно Как обычно, с иллюстрацией нормативно-правовыми актами Смотрите, пожалуйста, капитан Сначала коротенькое напоминание Какая же она прекрасная, эта жидкая вода Ну, вот в данном случае в Рыбинском водохранилище И перейдем к делу Итак, вот документ, который регламентирует порядок судоходства маломерных судов В период нерестового запрета И это приказ Министерства сельского хозяйства России От 18 ноября 2014 года Номер 453 Ну, его название вы видите Сразу оговорюсь Документ крайне нелогичный И с большими ошибками в формулировках Вот два пункта, которые говорят о запретах для маломерных судов Первый 1544 запрещает передвигаться на маломерных судах Второй 1545 использовать маломерные суда В период нерестового запрета Объяснений, что значит передвигаться И чем это отличается от использовать Нет никаких Но, тем не менее Имеем, что имеем Однако, в обоих случаях запрет распространяется Что на передвижение, что на использование маломерных судов Исключительно с целью добычи, вылова водных биоресурсов Ну, в просторечии рыбы Следовательно, использование судов маломерных или любых других Для передвижения из точки А в точку Б В нашем случае это поход, прогулка по катушке Абсолютно не запрещены Вот такая история, капитаны Кроме того Относимость этих правил к нам в одномоторникам Вызывает определенные сомнения Поскольку, как вы видите Пункт первый этих правил Говорит четко Что правила рыболовства для Волжско-Каспийского Ну, собственно, и любого другого бассейна Поверьте мне Регламентирует деятельность юридических лиц Индивидуальных предпринимателей И граждан, осуществляющих рыболовство Вот как это понимать? Прокомментировать, к сожалению, не могу Но, как юрист буду настаивать на том Что осуществление рыболовства В данном случае имеется в виду промысел То бишь, извлечение прибыли Посредством добычи Ну и последующей продажи рыбы Вот таким образом Возвращаясь к тем самым двум запретным пунктам Хочу еще добавить следующее Если вы не имеете на борту Средств лова То никакой запрет На использование Или передвижение маломерного судна На вас распространяться не может За исключением, конечно же Тех участков Которые государством определены Как место постоянного нереста рыбы И указаны они в приложении номер 6 К этим правилам Сейчас мы к ним как раз и перейдем Ну вот он этот перечень В котором с определенной точностью Указаны места нерестовых запретов Где эксплуатация маломерных судов Запрещена под любым соусом Ну, за исключением тех У которых есть специальное разрешение Думаю, что никого из нас В одномоторников любителей Это не касается Ну, вот так вот выглядит этот перечень По пунктам По акваториям Кое-где с указанием Географических координат Ну, а большей частью Просто по названию Например, Рыбинское водохранилище Вот, отражено таким образом Наш любимый водоем Достаточно легко определить Где ходить можно, где нельзя Хотя изучение этого документа Натолкнуло меня на одну интересную мысль Которая прямо Никак не отражена в нем Ходить на маломерных судах В пределах судовых ходов Разрешено Точка Хотя в этом документе Судовой ход Слово ни разу не употреблено Употребляется фарватер Ну, по аналогии Будем делать вывод Итак, на живом примере Вот карта Торовский залив Остров Торовский Соответственно Поскольку Хоть и есть судовой ход Однако Весь залив включен В зону запрета Ну и следовательно Ходить тут на маломерном судне нельзя Тем не менее Думаю, что места Вполне себе хватит Чтобы получить удовольствие Еще до 10 Или 5 Или 15 Июня Не знаю, до какого времени В этом году будет запрет Ну и для примера Покажу еще немного В перечне Запретных зон Касаемо Реки Волги Пожалуй, осталось только Рассказать об ответственности Которая наступает В случае нарушения Перечисленных запретов Ну вот из правил О которых мы сейчас говорим Юридические лица Индивидуальные предприниматели Граждане Опять же Осуществляющие Добычу Водных Биоресурсов Несут ответственность В соответствии С законодательством Российской Федерации Ради смеха скажу В юриспруденции Такая норма Называется Бланкетной Поскольку Отсылает К иному Нормативно-правому Акту А в данном случае Таковым будет Кодекс Российской Федерации Об административных Правонарушениях В котором есть Всего одна Статья 8.37 Касающаяся Нерестового Запрета Ну Собственно Прочесть ее Может каждый Ну и если быть Совсем уж точным То пункт Второй Указанной Статьи Касается В одномоторниках Надеюсь Мне удалось Доходчиво Объяснить Почему же Распоряжения Минсельхоза Или Рыбнадзора Для нас Являются Необязательными Ну конечно Только в том Случае Если вы Не собираетесь Ловить рыбу А только лишь Покататься Попутешествовать На своих Катерах Лодках Под моторами Под парусами И так далее Ну еще раз Призываю вас Будьте Осторожны Аккуратны И не нарушайте Закон Нельзя ловить Значит нельзя Ловить Но это Ни в коем случае Не препятствует Нам Продолжать Судовождение Путешествия Исследования Новых Водных Пространств Нашей страны Подписывайтесь На наш канал Мы постараемся Рассказать вам Обо всем Что интересно Что важно И нужно Для водномоторника Ну И со своей стороны Обещаем Быть Внятными Быть всегда С вами Откликаться На все Ваши Просьбы Если нужно Что-то Прокомментировать Разобраться В каком-то Вопросе Может быть Изучить его Поглубже Пишите Мы обязательно Поможем Пока Капитаны Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...